Белгородский онкологический диспансер В этом году работают круглосуточные и дневные стационары. Открыта консультативная поликлиника, лечебно-диагностические и вспомогательные медицинские подразделения. В настоящий момент обновляется поликлиническое отделение. В 2020 году для онкодиспансера было закуплено оборудование на сумму 505 миллионов рублей за счет федерального бюджета. Прием пациентов не прекращался, однако ремонт затянулся. Вячеслав Гладков подчеркнул, что затягивать ремонт недопустимо. Кроме того, онкобольные должны быть обеспечены всеми необходимыми препаратами. В Белгороде появится и еще один корпус инфекционной больницы. Вячеслав Гладков поручил подготовить соответствующий проект к октябрю 2021 года. Строительство современного автономного корпуса на 80 коек позволит создать современную инфраструктуру больницы с обеспечением 70-процентной боксированности инфекционных отделений. Сейчас этот показатель составляет 30%. Две недели назад в медучреждение поступил новый томограф. Но специального помещения для этих целей не было. Модуль спиральной компьютерной томографии построили здесь за два с половиной месяца. Также больницы продолжают работать и по другим направлениям. Развернуто 260 инфекционных коек, 110 для взрослых и 150 для детей. Однако постройки материально устарели и нет отдельного коечного фонда для лечения вирусных инфекций. Поэтому решить эту проблему поможет новый шестиэтажный корпус. Базовые оклады педагогов дошкольного и дополнительного образования планируют увеличить на 20% изменения коснуться и ставок специалистов детских и здравительных лагерей. Проект обсудили на депутатской комиссии горсовета в Белгороде и единогласным решением рекомендовали к рассмотрению на очередной сессии. Увеличение доходов ожидается и у педагогического состава общеобразовательных учреждений, имеющих структурное подразделение доп. образования. На эти цели средства в казни города есть. Также финансирование выплат будет производиться из средств субвенции областного бюджета. Отметим, что увеличение базовых ставок не отразится на других стимулирующих выплатах и гарантированных надбавках. А значит, в целом педагоги станут получать больше. Речь идет об увеличении, об общем увеличении фонда оплаты труда. То есть здесь включена и базовая часть, и гарантированные надбавки, и стимулирующая часть. Рассмотрели на заседании постоянных комиссий проект создания молодежного совета при горсовете. Инициаторами идеи выступили депутаты Владимир Скурятин и Максим Егоров. По их мнению, это будет хорошей стартовой площадкой для самостоятельных инициатив и самореализации молодых людей старше 14 лет. Возможность реализовать на политическом поприще себя. Для того, чтобы ребята готовили себя, если вдруг захотят заниматься политикой, и, как говорится, начали готовить себя с молоду. Проекты рекомендованы к рассмотрению на сессии Гурсовета 23 марта. Ксения Глутова, Андрей Андрейко, Белгород, Медиа. В Белгороде ближайший месяц будут бесплатно вывозить старые ветки деревьев. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал мэр областного центра Юрий Голдун. С 15 марта по 15 апреля сотрудники Белгород-благоустройства сами заберут с прилегающих к домовладениям территорий аккуратно сложенные ветки длиной не более полутора метров. Все вопросы можно уточнить в диспетчерской Белгород-благоустройства по номеру 2702-91. Специалисты советуют делать обрезку деревьев в ближайшее время. Эта обрезка нужна, потому что дерево должно быть обрезано стройное, красивое. Поросляк убирается, лишние ветки. Специалисты напоминают, что складирование отходов в неустановленных местах, вынос вне графика, а также их сжигание влечет за собой административную ответственность. Виктор Лукьянчиков, Белгород-Медиа. У предпринимателей появилась возможность напрямую государству рассказать о проблемах развития своего бизнеса. Для этого необходимо принять участие в экономической переписи, которая стартовала по всей России. В Белгороде всю информацию собирают, обобщают и анализируют Белгород-Статы. Сегодня мы об этом подробно поговорим с временно исполняющим обязанности руководителя службы Вадимом Абросимовым. Здравствуйте, Вадим Юрьевич. Здравствуйте. Расскажите подробно об этой экономической переписи. Для чего это нужно, для чего важно и как часто она происходит в России. Сплошное обследование малого и среднего предпринимательства, ну для краткости назовем его перепись бизнеса, проходит в России один раз в пять лет. Цель проведения этого обследования это посмотреть экономическую ситуацию в регионе, получить полные достоверные сведения о состоянии дел в малом и среднем бизнесе. Как вообще в Белгороде проходит? Много ли у нас представителей малого и среднего бизнеса уже дали знать о себе? Город у нас по традиции сложилось очень активный в плане предпринимательства. Здесь сосредоточено более 11 тысяч малых и микропредприятий, около 12 тысяч индивидуальных предпринимателей. В сумме это около 23 тысяч хозяйствующих субъектов, что в Белгородской области составляет порядка 37% от всего количества малых и средних предприятий. И поэтому, как сдадут предприниматели в городе Белгороде отчеты, насколько они будут качественные, настолько, наверное, успешно пройдет это большое мероприятие на территории всей области. Для чего вообще нужны такие вот статистические исследования? Для того, чтобы понять те экономические процессы, отследить, чтобы можно было вовремя принять управленческие решения в плане, во-первых, состояния экономики, потому что малый и средний бизнес – достаточно большой пласт, который вносит немалую лепту в экономические процессы. Вот для этого, в общем-то, раз в пять лет сплошняком, как мы называем, все дело и организуется. То есть это в обязательном порядке? Все должны обязательно поучаствовать в переписи? Все субъекты малого предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации должны принять участие в этом обследовании. Даже независимо от того, была у них деятельность в прошлом году, либо ее не было. Как можно поучаствовать в переписи? Вот что должен сделать предприниматель? Может быть, подать какие-то вот куда конкретно, какие документы? Несколько вариантов на выбор. Можно в электронном виде, либо на сайте Белгородстата, либо, опять же, в электронном виде через специализированных операторов связи, которые предоставляют услуги юридически значимого документа оборота с использованием электронной подписи. Либо на бумаге, заполнив отчет в бумажном виде и предоставив его сюда, в Белгородстат, лично. Либо можно по почте отправить, курьером принести. Тут вариантов много, но это нужно сделать до 1 апреля. Что вот конкретно в пакет документов должно войти? Два отчета всего. Один отчет для малых предприятий и микро, второй отчет для индивидуальных предпринимателей. Вот и все. Там они достаточно небольшие, всего несколько граф. Хочу сказать, что все данные, которые предоставляются в Белгородстат, они только лишь для статистического учета, третьим лицам не передаются. Вся информация конфиденциальная остается у нас. Если где-то какие-то персональные данные, то они обезличиваются. Форма отчета произвольная или где-то нужно скачать? Форма отчета, она утверждена приказом Росстата. Можно получить у нас консультант плюс. Абсолютно все источники, которые предлагают правовую информацию, там эта форма отчета, она имеется. Точно так же эта форма отчета есть у нас на сайте. Эту форму отчета, в принципе, предоставляют те операторы, специальные операторы связи, о которых я говорил выше. Сейчас все больше и больше услуг можно получить через портал госуслуги. С 1 марта тот, кто выберет для себя этот способ сдачи отчетности, может через портал государственных услуг сдать отчет. Но это нужно сделать до 1 мая. Через портал сроки несколько продляются. У вас работает свой колл-центр, где можно получить справочную информацию. Сотрудники наши практически постоянно находятся на связи. Наши сотрудники обходят все крупные торговые точки, рынки, ярмарки с целью информирования населения. И для того, чтобы собрать отчеты, могут помочь при их заполнении на месте. Стараемся охватить максимальный круг наших предпринимателей. Вроде как это все в обязательном порядке. Каждый предприниматель, индивидуальный, представитель среднего, малого бизнеса должны сдать отчеты. А вот если не сдал? Если не сдал, тогда наступает административная ответственность за непредоставление статистической информации. Статья административного кодекса 13.19, которая подразумевает наложение административного штрафа. Когда вообще будут хотя бы предварительные итоги? Предварительные итоги, они будут уже к концу этого года, в декабре, сформированы практически все. Ну, а если говорить об окончательных, то середина следующего года, где-то июнь месяц, уже будут окончательные итоги по всей стране. Спасибо за интересную беседу. Мы говорили сегодня об экономической переписи, которая стартовала в России с временно исполняющим обязанности руководителя службы Белгородстата Вадимом Абросимовым. Внимание предпринимателей! Росстат призывает малый бизнес принять участие в экономической переписи. Заполните электронную анкету до 1 апреля 2021 года на портале Госуслуг, сайте Росстата или через операторов электронного документа оборота. Можно представить анкету на бумаге по почте. Эффективность мер государственной поддержки бизнеса в ваших руках. Конфиденциальность гарантируется. Подробная информация на сайте Росстата и территориальных органов статистики.